Всем привет, с вами Супер Стас, и вы знаете, что я очень люблю обозревать продукцию магазинов. И сегодня не исключение, сегодня собственная продукция магазина Магнит. Моя цена. То есть вы поняли, да? Не ваша, а моя цена. И как всегда, Эмилька. Так что хватит болтать, погнали жрать. Мы сегодня улучшаем продукты, но тут другое дело. Просто кубик Маги. Один в один. Пахнет она просто блевотиной. Ты ешь нечто. Подстава. Жесткая причем. Ну, типа, я не думаю, что это даже животное будет есть. Ну что, ребят, ваша любимая рубрика. Я такой типа тап-тап-тап-тап-тап. Алло, Эмиль, у нас есть Магнит. 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 И вы примагнитились. И знаешь, какая там марка? Моя твоя цена. Моя твоя, моя твоя. Ну, чтобы мои подписчики вообще офигели, что я не кликбейтер. И там, наконец, не оставляю самое вкусное. Это вермишель с говяжьим бульоном. Моя цена. Моя цена, правда. Так, ну что, бровь. Очень голодный. Давай вот первая оценочка. Это запах. Обычно, обычно, по нему почти сразу все понятно. Ну, пресненько. Неплохо, но пресненько. Не хватает в этих дошираках, как в настоящем дошираке, именно вот концентрата вкуса. Ну, кстати, сама вермишель неплохая. Да, ну приправа. Ну, если... Слушай, если приправа сейчас на эту захуяну, да, попробуем? Вот чисто, как вермишель можно брать. Да. Так, ну что, я нашел бро прям Италия у вас дома для макарончиков. С курицей и грибами. Да, давай. Ты мешай, давай. А ты мешай. Перемешивай, давай. Хуярь. Сразу запах. Мм, да. Понятное дело, я заплачу 7 рублей, но добавьте дерьма, вот. Арматизаторы, консерванты, чтобы я вот помил. Чтобы химия, да? Да, и потому что, ну, блин, я же... Ну, или можно брать эту вермишель и покупать просто приправу. Сейчас мы продаем все. Она стоит, как три вермишеля, наверное. Просто кубик Майги. Да, я тоже ее шучу. Ой, а бульончик заебенский. Хорошо. Приправка, во. В общем, без приправы вермишелька хорошая, но без... Все, это просто вермишель безвкусная. Приправы не хватает. Даже если тут много воды, от запаха приправ вообще не было. Да. Ну, ноль. Эту добавили, вообще пушка. Если бы без приправы, я бы не взял бы больше. Ну, я думаю, нет. С приправкой пушка. Переплачу немножко. Так что, без приправы не берите. Чай? Да, со вкусом зеленого чая с лимоном. Один в один. Чуть-чуть послаще. А сколько липтон стоит? Полуторашка где-то под сотку, да. Так, опять находка. Чипсы из Ашана. Найдены. Чай липтон найден. Что дальше? Ну, да ищем. Хорошо пошло прям. Отлично. Так, и у нас... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вергушка вкусная. Вот зелененькая так себе. А мне зеленка больше понравилась. Чем? Она кисленькая, потоксичнее. Я просто не знаю, а что здесь говорить? Ну, желешка токсичная, вредная желешка какая-то. Ну, смотри, говорю, половинка мне понравилась, половинка нет. Бирал бы я еще раз эту желешку? Наверное, нет. Я просто не ем в желешке. Ну... Так, по приколу, в полном детстве. 10 рублей зафигачит какой-то десерт, при этом что... Верхушка вкусная. Если вам нравится желе, и что-то сладенькое или кислое, то берите. Я такое, конечно, не буду брать. Бе. Так, ну, чтобы залачить еду... Ого. Вафельный тост с ароматом шоколада. То есть там его нет, просто запах. И убить, я думаю, да? Ну, лучше не переворачивать, некрасиво. Да. Так, ну, какие твои ставки? Мне кажется, это ужасно. Да я бы просто вкуснул от нее. Ну, пахнет очень дешевым шоколадом. Прям плохо, да. Не плохо, кстати. Да, на вкус не так плохо. Даже вкусненький, это так вкусно послевкусие. Поэтому, однозначно, лайк. Нормально. Взять, чисто набрать этих для гостей. Чаечек тоже, да, войно. Вот такой, а у меня есть шоколадный торт. Чаечек шоколад. Чаечек шоколад. Блин, а мне понравилось. Пельмиши горячие. Ну, бро. Ты чувствуешь послевкусие от этого? Есть можно, но, типа, 100 рублей. Ты сейчас меньше, чем за 200, там, рублей, более-менее пельмени адекватно не найдешь. Ну, блин, ну, я бы не хотел. Знаешь, пельмени, это не первая необходимость, которая может быть, которая нужна, чтобы наедться. Не, ну, сметанку, конечно, если взять, вообще залетит. Ты не видел в ТикТоке чувака, который снимает всякую еду с разной заливкой? Нет, скинь. Короче, чувак пробует всякие разные продукты с разными соусами. Опа. Реально забавно. И вот он... Ребят, пишите в комментариях, хотите ли, чтобы мы попробовали, там, пельмени с разными соусами? Либо он пробовал крылья KFC, пью штук 15 разных соусов и тестил. Что-то не сказал, мы снимаем выпуск. Сразу же, сейчас, заказываем. Ну, то другое дело. Я понял. Пельмени как строительный материал. Да. А кетчуп как цемент. Вполне. Давай дальше. Мазик. Ну, тут майонез это что-то. Зачет. Мы сегодня улучшаем продукты. Сначала приправку. С горчичкой, ты думаешь? Ну, я попробую. Ну, с кетчупом, поскольку вкуснее. Давай сливочный чеснок, да. Вообще с кетчупом залетело. Вообще, ну, ура. Ну, майонез покуснее будет. У меня чеснок не больше нашел. Давай, сядем. О, это вообще пушка. В общем, ребят, пельмени так себе, соусы заебись. Придумали новую рубрику. Вот и скоро будем. Крылский киевси, ищем для них идеальный соус. Ну, поехали, бля. Давай, туда. Короче, соус тащит. Берите эти пельмени только, если у вас есть вкусные соусы. Так как берите даже раки, если у вас есть вкусные прибрава. Ну, я уже чувствую запах, чувствую, что... Ой. Ой. Ну, я понял. Оно слишком химозное. Слишком оверпритерное. Я люблю зефир. Ты его откусываешь мягкий, но ты его немножко, ну, должен проживать. А здесь ты откусил, и это как будто масло. Оно просто растаяло, и противенький такой... Опять же, под чай вообще в легкую. Но не взял бы. Ну, качество продукта, я тебе скажу, получше, чем у пятерочки. У магнита как-то это все выглядит более нормально. Это мы к кульминации не подошли. Люди еще не знают, что у нас такое. Вот я про это говорю. Там будет все понятно. Абсолютно. Знаете что, я тут подумал. Вот я вас попросил подписаться. Вы подписались. А не просил бы, вы не подписывались. Значит, вот раз попрошу. Подпишитесь, пожалуйста. Вас смотрят больше без подписки, чем с подпиской. Вам подписаться, а мне приятно. И больше подписок, больше вкусного контента. Так, ну что, бро. Такого еще в нашем выпуске не было. Почти. Ой. Чей хоть? Из гусиной печени. О, прям все как раз. Нормально, нормально, давай еще. Ты елку, блядь, да у нас. Угадай ценник паштета. 37 рублей. 50. Блин. Блядь, я не знаю, Саш, монтажер, найдешь ты, пожалуйста, или нет? Я не знаю, продаются. Блядь, подожди. Пастет из гусиной печени. 100 страм. Вода, печень свинная. Огурец. Реально? Отсущен. Так, наебка, ребята. А тут есть вообще утка? Читаю, полный состав. Вода, печень свинная, мясо, птицы. Жир, маргарин, мука. Клупоманная. Соль, лук, морковь, петрушка. Краситель пищевой, рис. И все, ешь. Это со вкусом гусиного мяса. А прикинь, типа, я, конечно, не хочу залезать, но, типа, а если человек берет, который не ест свинину? Кстати, да. Вот, вот этот реально подстава. Жесткая причем. Рис ферментированный здесь. Чего, блядь, здесь? Нет, чувак. Пальщик какая-то. Хлорид калия. А, вот, ароматизатор, мясо гусиное. Ароматизатор. Ароматизатор, мясо гусиное. Из гусиной печени пишется. Из... Наебочка. Не, вот это сейчас, вот, магнит, это полный пиздец. Вот, честно, меня сейчас бомбит, но это ебнуться вообще. Не, это твоя гадость. Минус. Минус. Ебать, конечно. Наебали жестко. Да, бабуля, у меня съемка. Начинается. Когда ты будешь свободной? Ну, я все время контент для подписчиков снимаю. Ем и ем, ем и ем. Я же вижу, уже скоро щеки больше, чем у меня будут. Ну, бабуль. А когда ты домой едешь? А вот, я думаю, что в конце сентября, в октябре, бабуль. Все, целую, пока. Пока мы еще не попробовали супер-пупер дорогую колбасу. Пицца, цена ее. Рублей 70. 65. Короче, я не знаю, извините, если вдруг кто сейчас кушает, но пахнет она просто блевотиной. А я пахну. Не, ребята, это не пахнет едой даже. Отходами. Фу, мне колбаса попалась. Попробуй колбасу. Как ты думаешь, соусы тут помогут? Да, проверим. Знаешь, как он может помочь? Уброди, смотри, просто нет начинки. Ну ладно, давай. Ешь нечто. С кетчупом. Нет, ты ешь кетчуп, с нечетом. Не важно, какая у вас продукция. Нахуй иди. Если ты смотришь, это пицца. Вот, если ты вот, это пицца, нахуй иди. И прикинь, пицца с той стороны такая. БЛЯТЬ! Так, ну что, следующее, что ты ждал. Сыр. Наконец-то. И колбаса за 40 рублей. Наконец-то. Что это? Ой. Ой. Интересно. Давай срочек. Кстати, неплохой. Ну да. Дешевый, российский, но в нем нет хотя бы горечи. Вот знаешь, стандартный вот этот, который мы пробуем. Знаешь, как называется сыр на кладбище? Скорблю. Кровь. Сука. Это пофиг. Не, ну это же не написано, типа, колбаса для... Ну, типа, я не думаю, что это даже животное будет есть. Мясной продукт. Это просто пиздень. Ты куда, блядь, суки? Саша, ты должен это попробовать. Так, Сань, пробуй это. Ну, ну как выглядит такой именно вкус? Как будто это продукт какой-то, типа, желейной генетики. Плотники паштет, да. Ну, паштет. Ну, ароматизаторов напихали нормально. Вкус такой интересный. Да нет, вот смотри, у него там, ну, типа, можно что угодно. Черное что-то, перец. Не знаю, ты, то есть... Фу, блядь, фу нахуй. Фу, агро. Братан, ну... Вот сыр зачет. Сыр бомба. Вы напишите в комментариях, для кого это. Может быть, я не разбираюсь, но я не думаю, что... Я не был даже. Слушай, за 40 рублей можно, блин, сосиски хотя бы купить. Тоже из дерьма, но который можно есть. Лучше, дольше, как у близких. С хлебом и сыром ощущается, как будто ты намазал паштет на хлеб, а сыр из-за того, что вкус у него по... У него вкусный сыр. Очень даже. Колбаса, иди ты нахуй, если ты смотришь это. Бро, давай подведем итоги. Лучшее сегодня. Чай. Чай, наверное, и вафли. Ну, чай. Ну, и вафли. Ну, вафли где-то второе, третье место. Худшее. Колбаса. Это пиздец вообще. Easy for. И утина печень. Ой, ну, типа, по-моему, печень даже вкуснее колбасы была. Ну, она типа хотя бы печень называется. А это, блядь, обманка для не знаю кого. Ребята, если опять напишите в комментариях, что мы зажрались... Попробуйте. Попробуйте, блядь, эту колбасу. Магнит в каждом городе есть. 40 рублей. Моя цена, вот, колбаса вареная, деревенская, нахуй. Я не думаю, что в деревне такую колбасу делают. Может, ты из туалета деревенского взяли, я не знаю, типа... Ну что, бро, следующее у нас, как ты вернешься с отпуска, будет спар. Вот, вот спар я очень жду. Ну, все просят очень сильно спар. Я просто сам питался в спаре какое-то время. Но, ребят, требую от вас помощи. На что еще обзор сделать? Пишите, у кого есть собственные продукции. Свои магазины пишите, да? Свои магазины. Какая-то собственная продукция. Звоню, мальчик. Алло, Стас. Ну, а следующий будет спар. Так что, спасибо. Спасибо чаю. Не спасибо колбасе. С вами был Супер Стас. И Эмилька. Колбаса, иди, нахуй, о чем. Ха-ха.